Вот интересная новость, которую я не могу оставить без внимания. Тюменка Марина Решетникова на собственные деньги построила 200 метров дороги к своему участку в деревне Гусево, Тюменский район. За это женщина хотела получить от властей 128 тысяч рублей. Администрация района не то что не согласилась с этим иском. Они теперь заставляют ее снести эту часть дороги. Женщина рассказывает, что в 2016 году она взяла в аренду участок и спустя полтора года построила там дом. Но подъехать к этому дому было невозможно из-за полного отсутствия дороги. Она не раз обращалась в администрацию, но там лишь откладывали сроки строительства. Тогда она дважды засыпала участок улицы Центральной и Строительной песком, асфальтной срезкой и щебнем. Теперь власти называют вот это все самовольной постройкой и призывают это снести. Она же в свою очередь требует возмещения 128 тысяч рублей, как она считает, и 30 тысяч за моральный вред. Интересно то, что этим куском дороги пользуются жители всей деревни. Но администрация Тюменского района настаивает, что эта постройка была незаконной и она должна быть разобрана. Вот так вот в этом сюжете дураки и дороги соединились удивительным образом. Вряд ли эта история возможна даже где-нибудь в самой далекой Африке. Потому что обычно администрация радуется, если кто-то проявляет инициативу и им меньше работы. Ну а тут нет, сначала снеси, то есть заплати следующие 100 тысяч, а потом возможно лет через 5 администрация заметит это маленькое село Гусево. И они тогда засыпят точно такой же песок и щебень, и тогда это будет уже можно. Интересно, что на данный момент администрация корреспонденту этой заметки ответила следующее. Мероприятие по строительству автомобильной дороги по улице Рабочая в Гусево в 2019 году не предусмотрено. Вопрос будет рассмотрен в перспективный период в порядке приоритетности, ответила администрация района. Вот интересно, что это значит перспективный период в порядке приоритетности. Ага, так конечно и думают жители Гусево. Снести для того, чтобы потом снова построить. Узивительная страна. Не пора ли позабыть печали, Нам ли, братцы, горе-гореват? Вспомним, как мы на Руси гуляли, Значит, время гармонии в руки брать. Тихонько тронем по ладам, Да дружно гряду мы побросаем, Чтоб во всех краях Стала жарка небеса. А ну давай раздольную, По северу по вольному ладу давай, Давай свою симфонию народную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова